Россия, какие ваши первые ассоциации? Медведи, зима, бандиты, мафия, беззаконие. Чаще всего русские представляются как жестокие, холодные и безжалостные люди. И задолго до распада Советского Союза и после него статистика преступности в России резко и равномерно двигалась вверх. С 1991 по 1992 год количество преступлений и общий уровень преступности увеличились. Мафия, бандиты, зэки, преступные группировки. С середины 80-х Советский Союз и Россия – лидеры преступности. Как Россия обрела образ иконы криминала, о котором до сих пор не забывают жители всего мира? По улицам даже самых больших городов ходили безнаказанными воры и убийцы. Те, кто все же попались и были осуждены, отправились в тюрьмы. Атмосфера в них оставляла желать лучшего. Тюремная культура в России строилась на жестокости. Образовывались касты и особые правила, которые должен знать каждый, чтобы выжить. Главными в тюрьме были блатные. Они были вправе расходовать общие деньги на собственные нужды и назначать наказание виновным по понятиям. Больше всего на зоне было мужиков. Главная их задача – отбыть срок и возобновить нормальную жизнь на воле. Были и козлы. Это те, кто пошел на сотрудничество с администрацией тюрьмы. Они обладали особыми привилегиями и их могли изолировать от других зэков. Опущенные или петухи – самая низшая каста в тюремной иерархии. На зоне их сторонятся и осуждают. О закамерниках всегда говорили и их татуировки, каждый из которых имеет особое значение. Жук или паук без паутины означает «карманника». Если есть паутина, то это уже наркоман. Код расшифровывается как «коренной обитатель тюрьмы». «Звезды на коленях» означает, что человек ни перед кем не преклоняется. Полицейские и администрация должны быть в курсе тюремных устоев и знать тюремный язык, чтобы на одном уровне общаться с заключенными, а также чтобы зэки не смогли ничего скрыть от них. Например, такие слова, как «шестерка» означает «прислужник воров». Отправить на Луну – расстрелять. «Цацки» – ювелирные украшения. В начале 90-х в России стали популярны мафии или ОПГ – опасные преступные группировки. Они действовали почти в каждом городе. «Убивают противников, незаконно получают большие деньги, нападают на людей и наказывают неповинных», – пишет журнал «Загарда». Одним из известных лидеров ОПГ является Борис Найфельд. Группировка занималась рэкетом, вымогательством, грабежами, убийствами и наводила ужас не только на местное население, но и на правоохранительные органы. Она действовала в США и была известна по всему миру. Россия была известна не только за счет ОПГ, но и маньяков, которых в 90-е было действительно много. Самым жестоким из них был Андрей Чикатило, или ростовский потрошитель. На его счету 52 убийства за 12 лет. Многие начинающие убийцы берут пример с него и пытаются повторить его успех, пишет Нью-Йорк Таймс. Все эти истории повлияли на образ России в мире. Они часто используются в кинематографе, из-за чего возник стереотип плохих русских, которые используются до сих пор. Хотя на самом деле в наше время дела обстоят иначе. И того беспредела, что было раньше, уже гораздо меньше. 90-е. Страшные времена для всей России. К сожалению, образ того времени закрепился за стороной и по сей день. Русских видят злыми, равнодушными участниками преступных организаций. Это активно продолжает транслировать из всех источников по всему миру. Однако в России не больше всего убийц. Не самые страшные тюрьмы. Образ криминала был гиперболизирован. Но давайте вернемся обратно. Россия. Какие ваши первые ассоциации?